Здравствуйте! Спасибо, что пришли на встречу. Я недавно вернулась из своего зимнего путешествия. И вот хочу поделиться с вами впечатлениями. В основном это будет рассказ. И не так много фотографий, потому что в основном я снимала видео. И в общем-то сейчас буду выкладывать фильмы. Несколько серий у меня готовятся. И вы, в принципе, сможете их увидеть у меня на канале Ютубе, канал Марина Галкиной. Хочу рассказать предысторию своего похода. Я отправилась в Якутию на Верхоянский хребет. Вылетела я из Москвы 4 марта. То есть это уже весна, но на самом деле для Якутии, для Верхоянского края это еще зима, это еще морозы. На самом деле считается, что полюс холода Аймеконья, но раньше полюсом холода считался Верхоянск. То есть там тоже достаточно низкие температуры наблюдаются зимой. И на самом деле я боялась этих морозов и хотела начать путешествие в конце марта. Обычно в конце марта проходит праздник оленеводов в поселках, национальных поселках севера. То есть съезжаются все оленеводы из разных точек тундры и тайги, из разных бригад. И в поселке просто собираются на праздник, на представления, на разные состязания. Но в этом году, во-первых, праздник оленевода отменили. Это, во-первых, по причине всем вам известной пандемии. Во-вторых, выяснилось, что те люди, к которым я еду, а именно Ирина с Васей, это жители труднодоступной местности Верхоянской тайги, вот к которым я и шла в гости, они приехали в поселок за продовольствием чуть раньше, чем, может, обычно. То есть они должны были приехать к празднику оленеводов в конце марта. Они приехали уже в феврале, и у меня с ними появилась связь по WhatsApp. Они так отключают свой телефон, ну просто у них там вообще в тайге связи нет. Тем более они еще глухонемые, то есть им вообще никак не связаться. А тут они приехали в поселок, и я поняла, что они там побудут некоторое время, и в конце февраля поедут обратно к себе на свое место жительства. Значит, я хочу чуть-чуть показать предысторию. Не знаю, все ли вы знаете про Ирину с Василием. Значит, первый раз в Верхоянские горы я попала в 2019 году. Я решила пересечь Верхоянский хребет от притоков реки Яны до Лены. То есть это маршрут у меня был порядка 600 с лишним километров. Я пересекла хребет и сплавлялась, то есть пересекла от притоков Яны с востока и сплавлялась на запад к притокам Лены по реке Соболох-Маян. Это было в августе 2019 года. И когда я прилетела в поселок, я случайно встретилась с главой местной администрации Гаврилом Гороховым и Вен по национальности. Вообще поселок Сокерыр – национальный поселок, то есть там в основном проживают и вены, и якуты. То есть люди местных национальностей. Но говорят по-якутски все. И венский язык сейчас забыт, и местные жители между собой всегда разговаривают по-якутски. Но когда с русскоязычными, они могут по-русски говорить, конечно, они его знают. И вот Гаврил Гаврил Горохов, узнав, что я в одиночку собираюсь идти на такой сложный маршрут, он сказал, о, а там на озере люди, вы встретитесь, там семейная пара живет. Ну, я про них ничего не знала. Думаю, ну какая-то семейная пара. Так вот, оказалось, когда пришла на озеро, озеро Дейбалах называется. Ну, это Верхоянский хребет, это хребет, который протянулся на, ну, почти тысячу, может быть, чуть меньше километров, если вы так вот смотрите, залены, он простирается. То есть все вы представляете, уральские горы. А следующие, если на восток смотреть, такие грандиозные горы, это Верхоянские горы. Они так же, как Урал, протянуты с юга на север, но чуть-чуть пошире и чуть-чуть повыше. То есть там высоты, ну, 1700, ну, нет, где-то так, 2500-2600, вот так вот. И вот в самом сердце этих гор, практически недалеко от водораздельного хребта Рулган, там есть озера дикие. И вот на одном из этих озер, озера Дейбалах, я встретила вот семейную пару Ирины с Василием. Очень интересная история, потому что Ирина, она по национальности, она русская, она из Тулы. А Василий, он наполовину Ивен, наполовину Якут, местный человек. И они оба глухонемые, они познакомились в Туле, когда Василий туда приехал учиться в институт, в институт техникум, и они там с Ириной познакомились случайно. А еще рядом с ними, вот на этом озере, живет Федор, удивительный человек, он Ивен, живет, вот он практически отшельником там живет. Если Ирина с Василием еще иногда приезжают, вот они раз в два года приезжают в Тулу к родственникам Ирины, то вот Федор, он живет там вообще постоянно, безвылазно. И только иногда, у него нет просто бурана, он иногда может в поселок вот на своем коне, вот этом коне-огоне у него, приехать. Причем от населенного пункта, где живут люди, где есть магазины, до места жительства этих таежных робинзонов, как их можно назвать, или я их называю счастливыми людьми, по, не знаю, смотрели ли вы фильм Васюкова, Дмитрия Васюкова «Счастливые люди». Он рассказывал про людей с Енисея, охотников, которые живут вдали от цивилизации, добывают себе пропитание охотой, охотой добывают и деньги. Ну, то есть люди, которые живут вдали от цивилизации, которые не смотрят телевизор, не ездят на метро, не ходят в магазины. Вот он их назвал счастливыми людьми, и вот такое словосочетание стало нарицательным. И вот этих людей я тоже называю счастливыми людьми, потому что они живут вдали от цивилизации, и у них нет связи с городом, со стрессом, который мы, так или иначе, живя в городе, получаем. Они живут оторваны, наедине с природой, и поэтому они, можно сказать, счастливы. Так вот, и рядом с Ириной, с Василием живет Федор, в двух с половиной километрах от них. У него есть рация, но сейчас она сломалась, еще когда я была, она была сломана. Старая советская рация, и только через, ну, с помощью этой рации он может связываться с другими бригадами оленеводческими, ну, с другими людьми, которые где-то в этом районе тоже кочуют люди, и он с ними может связываться. Вот очень интересно, что до поселка Сакирир, или Батагай-Алыта, можно долететь на самолете за сутки из Москвы, грубо говоря, то есть там 8 часов, 6 часов до Якутска, и потом еще 3 часа, и ты уже в поселке Сакирир. И от поселка Сакирир 190 километров через горы, и ты можешь оказаться вот в гостях у этих счастливых людей. Но вот эти 190 километров не преодолеть за день, как вот, ну, есть только на вертолете. Но там нет ни рейсового вертолета, понятное дело, к ним никто не летает. А просто есть зимняя дорога, зимой просто снег засыпает тайгу, мороз сковывает реки, и образуется как бы санный путь, по которому можно на Буране проехать. А летом, вот, чтобы попасть к этим счастливым людям, ну, вот Федор на своем коне ездит несколько дней с остановками по пути в оленеводческих бригадах, которые попадаются, ну, либо пешком, либо как-то где-то пешком, где-то сплавятся на лодке. То есть это очень труднодоступное место, реально труднодоступное. Вот, и когда я с ней познакомилась, с Ириной, с Василием, то настолько мы с ними как бы подружились, и я, вот они у меня в свою фотографию со свадьбой, вот у них 34 годовщина свадьбы была, буквально вот сейчас, 16 апреля. И они живут вот в этой тайге 30 лет, вот в этом месте. То есть сначала они пожили немножко в Туле, потом они пожили 2 или 3 года в поселке Джиргалах, это тоже тот же район, Ивена-Батантайский, Якутия. А потом Вася привез Ирину вот на это замечательное место в тайге, где вот эти вот необитаемые озера. И ей там так понравилось, Ирине, что они там остались жить постоянно. То есть там построили избушки, а Ирина, она художница, она рисует, закончила художественное училище. Вот. А у Вася, он работал оленеводом, а потом вот окончил ПТУ по специальности слесарь. И он сам, он такой рукодельщик, делает нарты, там выделывают они шкуры, он Ирину все это научил делать. То есть вот она простая такая жительница средней полосы России, можно сказать, а стала такой заправской кочевой жительницей Заполярья. И вот, побывав у этих людей летом, мне, у меня возникла такая мечта посетить их зимой. И еще я никогда не, вернее, один раз только попадала в такие сильные морозы зимние в походе. И мне захотелось пройти туда в одиночку, пешком, не пешком, конечно, на лыжах по вот этой зимней дороге, так называемой, по буранной трассе. Ну, как трассе, вот туда проехали Ирина с Василием на своих снегоходах. И Ирина и Василий, они водят снегоходы, бураны, потому что иначе туда никак. Вот, Ирина очень хороший водитель, такой заправский, она буран ведет. Причем это же не просто буран, им же надо везти с собой продовольствие. То есть у них там два прицепа из сани, и все это загружено продовольствием. Они загружаются сразу на год вперед, потому что только в марте, в феврале, марте, в апреле можно приехать в поселок. Ну и вот, узнав, что Ирина с Василием приехали в поселок, и потом уезжают обратно, и будет буранный след, я решила прилететь в начале марта в поселок Сокерир и оттуда пойти вот эти 190 километров, ну, там около 200, пройти на лыжах к ним в гости. Ну, надо сказать, что они у меня тоже были, Ирина с Василием, в гостях в Москве, и мне, Вася, он нарисовал примерно путь по карте, и показал, где есть избушки, ну, так, на всякий случай, чтобы все-таки в одиночку идти, в такой мороз тяжело. Так что у меня был, как бы, я знала, по какому пути идти, плюс был буранный след, то есть, в принципе, все это было не страшно. И вот я прилетаю, да, 6-го я прилетела в поселок Сокерир, и когда вышла в аэропорту, вышла из самолета, то буквально вот там несколько минут, и я почувствовала, насколько там холодно. Как сказали мне местные жители, в этом году была очень холодная зима, и морозы очень долго стояли. Ну, то есть, в марте там уже, конечно, теплеет, но когда я прилетела, было минус 50, ночью минус 50. Я подумала, ну, ничего, это ночью, днем будет нормально. Меня поселили в гостинице, и вот я помню, я утром просыпаюсь, и я очень долго не могла заснуть, потому что, ну, вот этот вот мороз, я так его ощутила сразу, что поняла, что поход будет достаточно суровый. И утром, когда я вышла, просто вышла вот во двор и решила пройти по поселку, ну, настолько перехватывало дыхание. Я надела на себя все, что у меня было. А у меня было с собой там две куртки, ну, все снаряжение, в принципе, вот я потом в конце покажу, которое у меня было. Я решила пользоваться не каким-то там дорогостоящим снаряжением, у меня было все самое такое простое, либо самодельное, либо вот, так сказать, отечественное от компании «Сплав». То есть, у меня куртка пуховая была не очень такая, прям супер теплая, но у меня была просто еще вторая куртка. Плюс я же думала, я буду в движении. Ну, вот когда я вышла в поселок, и весь этот холод пробрался через все эти куртки, я все на себя надела, и все это пробралось ко мне внутрь. И главное дышать. Там воздух какой-то, ну да, я была на морозах, но может быть там еще кислорода меньше. Ну, как-то там трудно было дышать. И на маршрут я вышла через два дня, только 8 марта, чуть-чуть спали морозы, но все равно. Плюсом того, что такие еще морозы сохранились, сохранился на деревьях вот этот покров снежный, то есть деревья были облеплены, все облеплены снегом. Это очень красиво, когда идешь. А когда наступает весна, перелом погоды, то весь снег опадает с деревьев. И вот это я на пути, как раз этот переход погоды от зимы к весне, можно сказать, поймала. И я очень рада, что мне удалось увидеть все это, все эти горы, всю дорогу, как бы, ну, и в зимнем наряде, и уже в переходе к весне. Но морозы все равно были, несмотря на весну. Ну, выходила я, было утром где-то 30, около 30 градусов. И когда идешь, очень меняется ощущение холода. Выходишь на горку, там вроде холоднее бывает, или наоборот, спускаешься, теплее. Все время надо контролировать, ну, как бы, ощущение холода, не давать себе вспотеть, дышать все время через нос. В общем, самым сложным, наверное, было то, чтобы не охладиться, все время держать себя под контролем. Потому что, ну, когда чуть разгоняешься на лыжах, хочется дышать там горлом. Я же привыкла бегать, я вообще, ну, спортсменка, и на лыжах быстро и много бегаю. А здесь так не удавалось. Ну, и плюс то, что снег, конечно, был замороженный, промерзший, и скольжения на лыжах не было практически. Ну, то есть, идешь, и они так вот шварк-шварк, не скользят. Да, в это путешествие я решила на свой страх и риск, можно сказать, идти не на широких лыжах, а на узких беговых. Почему? Ну, посмотрев фотографии, я поняла, что там не очень много снега, в принципе. И мне будет не страшна даже трапежка. Плюс я же рассчитывала на буранный след. Вот, а по буранному следу можно идти на узких беговых лыжах. И, в общем-то, я считаю, что я не прогадала, потому что узкие лыжи, они легкие. И так как действительно практически везде был буранный след, все было нормально. Единственное, на наледях, конечно, тяжело, ну, практически невозможно. На наледях мне приходилось снимать лыжи, и я просто шла пешком. Да, очень меня, конечно, хорошо встречали местные жители. Настолько тепло и просто удивительно. И мне очень они помогали. То есть вот в первый же тренировочный выход я вышла в первый день, чтобы, ну, просто посмотреть, как там погода, где тот буранный след, который идет в нужную мне сторону. Там же от поселка много буранных следов расходится. И в первый же день меня догнал снегоход. И там местные жители ехали на сбор трав. Меня очень удивило, что они зимой тоже собирают травы для чая, лекарственные растения. И местный житель Михаил Колесов, он мне, ну, позже он пришел и по всему моему маршруту рассказал, где какие сложности. На самом деле он меня напугал, потому что он сказал, вот здесь вот наледи будут разлитые, тут вот по этой наледи так-то пойдете, здесь следов не будет от бурана. То есть если до этого я думала, ну, что там, по тайге пойду и как бы след буранный, ничего страшного. Но наледи, конечно, они опасны тем, что в такой сильный мороз, если ты наступишь в воду, то у тебя там ноги промокнут, все это не очень хорошо. Но на самом деле в этом походе я взяла с собой печку. Обычно раньше я никогда не ходила с печкой. Вернее, мы ходили, когда группой в лыжные походы, то, конечно, да, брали печку. Но в одиночку идти с печкой как-то мне казалось это. И вот в прошлом году я ходила в Хабаровский край, к Венам тоже. Там морозы были 37 ночью. Сначала мы вместе ловили рыбу, жили в настоящей такой оленеводческой палатке с печкой, большой такой брезентовой палатке, и минус 37 ночью с печкой было не холодно. А потом я вышла на маршрут, и на маршруте заболела. Ну, на самом деле я не потому что простудилась, а заразилась болезнью. Даже думала, что это тот самый, который сейчас входит, как он называется, уже забыла. Короче говоря, мне пришлось с температурой под 40 градусов срочно сходить с маршрута, потому что я реально заболела. И вот весь год после этого похода прошлогоднего у меня был такой подсознательный страх, как же мне теперь ходить зимой, а если я заболею, что же это такое? Просто я тогда с трудом вернулась. 20 километров мне пришлось идти с такой температурой, и даже мне пришлось на полпути бросить рюкзак, потому что реально было тяжело, и я почти налегке вышла к людям. Хорошо, еще недалеко ушла. И в этот раз я решила взять печку, самодельную печку, титановую, которая весит всего полтора килограмма, и палатку я тоже взяла самодельную, которая, ну, она, в общем-то, не как современные там каркасные палатки, а просто вот палатка, которая большого объема, то есть там можно, ну, в рост нельзя ставить, она где-то метр двадцать пять, наверное, высотой, но она очень такая, комфортно, в общем, в этой палатке жить. И еще мне местные жители дали с собой шкуру, шкуру горного барана. И эта шкура, она очень теплая. Я и так в этот поход взяла толстый коврик, и еще такое новое введение для меня было. Я тоже подсмотрела этот элемент снаряжения у Ивинов. Это такой прошитый коврик, набитый шкурой, а шерстью, с охотиной шерстью, то есть шерстью лося. И у меня было с собой сейчас даже три коврика получилось. То есть ижевский коврик толстый, потом я стелила вот этот самодельный матрасик из парашютного шелка, который был набит шерстью лосиной. И еще снизу подо всем этим у меня еще лежала шкура, просто шкура, невыделанная. Кстати, здесь же в этом путешествии, уже потом по возвращению обратно из гостей Ирины с Василием, я научилась выделывать шкуру. Опять же, меня научила этому Ирина. Очень интересно, что научила меня не какая-то местная жительница, ну, в смысле, не Ивенко по национальности, а вот наша российская женщина, которая сама научилась это делать, и вот меня научила. Оказывается, можно просто... Ну, главное, иметь инструменты, конечно, для выделки шкур, а саму шкуру можно выделывать просто трухой от лиственницы. Ну, в общем, все то, что происходило со мной в течение месяца, это для меня было каким-то отрывом сознания. Это как погружение какой-то в другой мир, в какой-то космос, потому что, ну, вот люди, которые там живут, занимаются оленеводством, живут в тайге почти постоянно, перекочевывают с места на место, выделывают шкуры. Главный вид транспорта – это буран с санями. Я научилась там водить буран, меня вот Вася научил. Я не знала, что вот так вот можно научиться. Но он не побоялся меня посадить на свой буран, и как бы сначала он ехал сзади, а потом вообще в сане сел и сказал, ты нормально ведешь, в общем, езжай. И мы проехали. Мы ездили на рыбалку через Верхоянский хребет, перевалили. На самом деле там толщина льда зимой достигает двух с лишним метров. Два метра толщина льда. Я-то думала, у нас там будет рыбалка, но оказывается зимой они практически не ловят рыбу, ну потому что просто трудно долбить лед. А и у них нет там буров вот таких вот, и электробуров тем более нету. Долбили мы просто пешней. Долбили с Федором вот почти, ну, вечер одного дня и утро другого. То есть потратили на это несколько часов, чтобы продолбить лунку глубиной. Вот 2,20 примерно у нас получилось. Такая толщина льда. С Васей мы съездили на рыбалку через хребет. И там вот в одном месте просто была полынья незамерзающая. И вот мы к ней ехали 30 километров. Вот перевалили в Верхоенский хребет, чтобы доехать до этой полыньи. Вот. И там рядом с ней был не толстый лед. Долбили лунки и наловили очень много хариусов. Вот. На каждый заброс практически брали они. Последние 25 километров мне не удалось дойти до Ирины с Васильевым вообще-то, потому что получилось так, что до них дошла информация, что я вышла в путь 6 апреля. А на самом деле я вышла 8 в 6 утра, а они как-то подумали, что 6 апреля. Ну вот Федя поймал по рации неправильную информацию. И уже через 8 дней, думали, что я дойду за 8 дней, то есть я предполагала, что буду перемещаться со скоростью примерно 25 километров в день. Но у меня так не получилось, я шла медленней. И начиная с... Ну вот они думали, я с 6 вышла. Начиная с 16 марта, ой, не с 16, а с 14 марта, Федя каждое утро приходил к Васе с Ириной, говорил, Вася, давай, езжай ее встречать, она там замерзла. В общем, Вася садился на буран, ехал километров 20, наверное, но еще не доезжая, там перед озером Дейбалах, там последний перевал. И где-то в 18 километрах, наверное, там избушка у Васи, ну такая, вокруг их основного дома, как бы есть еще другие Васины угодья, куда он может приезжать на охоту, или там Тарбаганов ловить, сурков, ну или просто. И вот там еще есть одна избушка, и вот Вася до туда уезжал, выезжал, смотрел, там горизонт оглядывал, приезжал обратно, тратил бензин. Какой ужас, я потом, когда узнала. Ну, в общем, а я иду себе. Пять дней я шла до избушки, которая в середине пути, избушка, куда я попросила, чтобы мне доставили часть продовольствия. Я вообще боялась, что вдруг, если со мной что-то случится, то, по крайней мере, через 100 километров пути у меня будет изба, в которой будет какой-то запас продовольствия. И я попросила местного инспектора, охотника Виктора Стручкова, чтобы он туда мне забросил продовольствие. Потому что он тоже собирался ехать в те края на осмотр своих угодий. На самом деле там заказник, Рулган-Сисус он называется, и туда надо оформлять документы для того, чтобы пройти. Но они легко получаются. То есть для туристов нужно оформлять документы туда. Ну, это я так к сведению говорю. И вот этот инспектор, который мне оформил документы, так заочно просто мы с ним списались, и он же мне доставил продукты, которые я попросила. Ну, совсем немножко. Я попросила ему там банку тушенки, банку сгущенки. Он говорит, а что тушенку? Давайте я вам там мясо оставлю. Что у нас тут мясо? Или вы мясо не едите? Я говорю, нет, почему? Ну, давайте мясо. Несколько кусков оленина оставил. Ну, и там печенье, сухари и масло. То есть это было мое такое, ну, на всякий случай, как бы такой запас. И чтобы у меня была уверенность как бы в том, что если что-то случится, то вот у меня на пути будет изба, в которой точно есть продукты. Я в этот раз даже в аптечку взяла паратестамол. Думаю, вдруг заболею. Справилась я с этим страхом. Конечно же, я не заболела. Но вот эти 100 километров до вот этой самой избы, где как бы запас продовольствия, я шла 5 дней. И на самом деле я так сильно устала, потому что все-таки мороз, он утомляет. И мороз, и то, что быстро не разгонишься. И перевал у меня был по пути. А потом у меня было 2 дня совершенно без лесного пространства. Ну, несовершенно. То есть идешь по широкой долине, долине реки Чуарка, и лес, он только на склонах по бортам долины. Непонятно, как лагерь делать. Я, в общем-то, печку, палатку и печку готовила для таежной зоны, а у меня 2 дня пути оказалось по, ну, в общем-то, по открытой, безвестной практически такому пространству, по тундровому. И я поняла еще, что колышки там с трудом забиваются. Обычно в зимних походах очень легко. Ну, много снега, ты стыкаешь кол в снег, и все, у тебя палатка растянута. А тут снега мало. Даже коли нарубишь, начинаешь их вбивать, земля мерзлая, вообще не вбивается. Ну, и под вечер уже так утомляешься, конечно, что пока ты все сделаешь, пока палатку растянешь, печку поставишь, дров еще надо найти, потом нарубить. Ну, в общем, конечно, утомительно. И поэтому вот я шла медленней. И когда я дошла до вот этой избы, которая у меня была на пути, то я целый день там просто отдыхала, никуда не ходила. и просто наслаждалась жизнью. Это было такое счастье, просто находиться в избе, варить мясо неторопливо, выходить во двор, смотреть то на солнце и там лиственницы, то на звезды ночью. То есть один день я просто провела, никуда не идя, и получила огромное удовольствие. Очень интересно, что по пути Ирина переживала за то, как я пойду, и на пути, а там же все-таки буранный след, где-то более засыпан, где-то меньше, где-то были какие-то развилки, и на самом деле путь был не тот, который мне Вася рисовал в Москве, они поехали другим путем немножко. И вот я подхожу к развилке, и по карте я, в общем-то, я же ориентируюсь, умею ориентироваться, и смотрю, я понимаю, что вроде это еще не моя развилка. Мне не надо сюда сворачивать. Ну, думаю, а может быть надо. И тут смотрю на снегу какие-то следы. Думаю, ну, наверное, они здесь останавливались, просто топтались, устали сидеть в нартах, на буране ввести, и просто разминались. Потом смотрю, нет, это буквы на снегу. Начинаю читать. С-А-ТО-Д. С-А-ТО-Д. Думаю, что такое СА-ТО-Д? И стрелка. СА-ТО-Д. Наверное, ну, Ирина, она же глухонемая, она может плохо написать, не так. Наверное, сюда она написала, это сюда, а не СА-ТО-Д. Все, пойду прямо. Тот думаю, нет, дай-ка посмотрю на вторую развилок, а там что? А там смотрю стрелка, и там написано Ира. Думаю, ну вот, точно сюда. А что ж такое СА-ТО-Д? Потом понимаю, это стадо. Ну, Ира, она просто может менять буквы. Вот, я поняла, что это стадо. А дальше я уже шла, там было еще пара развилок, и там просто на развилках висели картонные такие таблички, и где Ира просто писала пути, бурана, след сюда, ну, так примерно. И в общем, было понятно, куда идти. Вот, то есть она так подспудно обо мне заботилась. Вот, и вот в 25 километрах, не доходя до Ирины с Василием, а я уже все так хорошо иду, уже вжилась во всю эту атмосферу и путешествия. У меня была только вот эта одна изба, а в самом начале, то есть у меня две ночевки было в избе, в самом начале, в 30 километрах от поселка, и вот в этой избе на Токури, где мне были оставлены продукты. А все остальные ночевки у меня были в палатке с печкой. И я уже, мне так нравились палатки в моей, я уже так сжилась с природой, все хорошо, уже к морозам привыкла. И уже некоторые ночи были потеплее, и ветер уже был, и деревья уже осыпались, и чего только не было. И тут я понимаю, что уже я иду даже быстрее, и мне впереди предстоит перевал, и я прям радуюсь, что мне надо еще идти, и впереди еще будет избушка, как раз вот эта в 18 километрах от Ирина с Василием. И тут я слышу звук бурана. Ну, я, как всегда, достаю камеру первым делом, значит, снимаюсь далека, думаю, наверное, это Виктор Стручков едет, ну, вот этот инспектор по своим делам. А он еще так едет, раз, и мимо меня проезжает. Думаю, ну, подумаешь, он, наверное, ему некогда по своим делам. Там даже так нельзя представить, ну, как там люди мимо, никогда в жизни проехать не могут. А это был Вася, ну, я его просто не узнала, а он проехал чуть мимо, просто чтобы развернуться. Ну, тут-то я его уже увидела, а у меня рука как раз в этот момент замерзла, потому что я перчатку не успела. Я перекусывала, не успела перчатку надеть, и, ну, так как едут люди, это же интересно, я снимаю голой рукой, а там, ну, несколько секунд, и уже рука начинает отмерзать. Вот. А тут Вася, и я его снимаю, и он ко мне подбегает, у него лицо не свое, он меня в охапку хватает, он думает, что я замерзла, он хватает мою руку, она холодная, ему кажется, что все, я замерзла. Он на меня без разговоров знает, он просто, он меня сжал с такой силой от радости, что чуть кости мне не сломал. Вот. Вот дает мне, значит, свои штаны теплые, куртку, ну, еще одни, просто на Буране, в санях, за Бураном ездить, в ходовой одежде, даже если у тебя нам две куртки, это невозможно, там все продувает. В общем, он на меня надевает эти теплые штаны, теплую куртку, ну, вот как-то, как вот человеку объяснить, что я хочу дойти сама, то есть тут такого даже, ну, никак не рассматривалось, то есть я поняла, что последние километры я поеду в ужасных санях за Бураном. Это самое страшное для меня ездить в санях, потому что, ну, если они, конечно, не подготовлены специально, потому что, ну, все кости там протрясаются, на кочках особенно, то есть ездить на санях за Бураном, это развлечение такое еще особенное, там надо открениваться, все такое, амортизировать. Когда мы с Васей потом ездили, он там хоть делал какой-то, ну, из поролона там делается такое, ну, кладется что-то, чтобы амортизировало, ну, в общем, посадочное место готовится, а тут, так как здесь просто, как бы, эвакуация, спасение человека, тут ничего не было, меня просто на эти сани бросили, и я поехала. Вот. Так что, вот, не дали мне дойти до конца, но вот где-то 175, ну, 170, не знаю, километров я прошла. По наледям было интересно идти, не знаю, может быть, мне повезло, может быть, просто я как-то выбирала дорогу, но удалось пройти, не замочив ноги, и гулкий лед, где был, я обходила. Там же, когда идешь по наледи, надо проверять, чтобы не провалиться, потому что там бывают разломы, ну, как бы, лед намерз, намерз и очень тонкие, а внутри может быть провал. Ну, это обычно, вернее, не обычно, а скорее можно провалиться, если ты едешь на Буране. Человеку под рюкзаком, конечно, меньше, гораздо меньшая вероятность, но тоже есть, и вот я этого боялась. Вот. Ну, я свято там исполняла все, как бы, местные обычаи, обряды, то есть я кормила духов, хлебом, ну, тем, что было, печку. Там и вены, они обязательно, вот на каждой стоянке, когда разводят огонь или печку, обязательно кормят духов. Я тоже старалась это делать, тем более мне с собой там дали таких оладушков и всякое продовольствие, местное сырую там печенку, сырое мясо. Очень хорошо на морозе, вот когда ты еще не сварил каши на печке, а есть уже очень хочется, а печка уже растоплена, вот я поняла, почему они такие оладушки пекут, и их положишь под печку, он с виду такой сухой, и уже такой какой-то, может, даже подгорелый, жирный, а как под печку его положишь, он прям так распухает, и становится мягким этот оладушек, и печенку тоже, печенку, мясо сырое, кусочками нарезанное, чуть к печке положишь, она уже такая тепленькая, и можно перекусить. Молоко у меня угостили, этим оленем молоком, его заготавливают еще осенью, когда у самок оленя еще молоко, они дают еще, и они прям замораживают, и такими колечками, ну, вот как раньше, наверное, там, 40-е годы, 50-е, мороженое было в таких кружочках, вот такими кружочками замерзшими, вот это олене молоко у них хранится, и на вкус оно как мороженое, очень вкусное, сладкое, и жирное, и очень питательное, вот, и вот этим всем я перекусывала перед тем, как уже сварить кашу. Да, из еды у меня с собой было самодельный пимикан, вернее, не самодельный, у меня вот есть друг, друг охотник, Михаил Михайлович, который здесь сейчас в зале находится, он меня снабжает сушеной, уже готовой сушеной лосятиной и жиром растопленным, и вот заливаешь растопленным жиром, ну, можно свиным жиром, заливаешь сухое мясо, и получаются вот самодельные консервы, пимикан, вот, это намного более калорийная еда, чем просто тушенка, ну, и там меньше, практически нет воды, то есть ничего лишнего как бы не несешь. Да, и в этот раз я ходила с санатой, с саночками, у меня рюкзак весил всего, где-то, может, чуть больше 10 килограммов, и саночки около 10 килограммов, но с саночками, конечно, идти, они дергают все-таки, так, без саночек лучше, если просто с рюкзаком, но, конечно, саночки облегчают, облегчают груз за спиной, и хоть они и дергают, когда идешь их, то зато у тебя разгружена спина, и можно смотреть по сторонам, любоваться природой больше. У меня, кстати, градусник сломался сразу как-то, у меня было два градусника, один для холодильников до минус 30, и он сразу там как туда ушла, шарик опустилась, ртуть, так и все, а второй до минус 50, но он все равно как-то неправильно показывал, так что точные градусы я не могу сказать, но доподлинно известно, что вот в день выхода, ну, мне местная жительница 6 числа прислала, было минус 50, потом было 45, но потом вроде как бы потеплело, но 45 еще в какие-то ночи вроде бы было, то есть вот такая температура. Поэтому, конечно, когда вот у меня подряд три ночи, в палатке, а потом приходишь в избу, ночуешь в избе, то это, конечно, очень большое такое расслабление организму, хорошее, то есть усталость холодовая, она действительно накапливается. Ну, три дня это, конечно, немного, вообще, ну, что я ходила, всего у меня было 8 ходовых дней получилось, 5 дней я шла до избы, после избы один день отдыхала, а потом шла еще три дня, и тут меня встретил Вася. В общем-то, ничего такого сложного. Да, печка, это ту, которую я испытывала в Подмосковье, которую мы, ну, ее, в общем-то, сделал Сергей Ермаков, мой друг, я ему только помогала. Да, полтора килограмма титановая печка, и очень хорошо себя показала. Правда, у меня там был один случай, на третий день пути, я уже думаю, ну, все, я хорошо ставлю печку, я уже кругляшки под ножки, чтобы она не проваливалась, заготовила из поленев, и просто даже их с собой возила, потому что каждый раз устанавливает печку, ну, не так быстро она устанавливается, чтобы все было крепко и надежно. И вот я устанавливаю печку, наготовила дров из моей любимой ивы, там вот лиственница и ива есть. Растапливаю, и обратная тяга. То есть я нахожусь в палатке, и начинает дым выходить из печки, внутрь палатки. Я думаю, что такое? Ну, что такое? Я вроде все правильно сделала. У меня печка до этого вот два дня работала замечательно. Думаю, да, что же, что-то мне не везет. Выхожу на улицу, смотрю, может, я как-то не так состыковала трубы. Смотрю, там из всех щелей валит дым, а из основной почти не валит. Думаю, ну, что-то не так. Может быть, дрова не те. Может быть, я думаю, да, наверное, надо идти за лиственницей. А уже стемнело, уже эти мыхноногие сычи поют. Звезды светятся. Красота. Ну, морозно. И я только думала расслабиться, и уже, а не могу. Что-то с печкой случилось. Думаю, ну, ладно. Не зря я в Подмосковье ее испытывала, и вот у меня что-то там не получилось. И я ночевала просто так. Думаю, да, видно, и мне сейчас придется просто ночевать. Ну, уже в палатке дышать невозможно. Думаю, сейчас придется ночевать просто. Думаю, ну, что, мне не привыкать. Ну, подумаешь там. Ну, пусть будет минус 30. Буду у костра ночевать. Думаю, сейчас костер разводить. А я все уже, ну, в палатке-то тепло, так хорошо, на шкуре. Уже все приготовлено. Думаю, может быть, и дрова другие нужны. Думаю, ладно, Маринка, иди, что-то не поленись. Принеси сухой лиственницы. Пошла, поискала на краю болота, нашла две сушины, спилила, принесла, распилила, разрубила. Это после того, как я уже приготовила дрова для этого из ивы. Кстати, вечером у меня что-то, я так уставала, что мне уже рубить топором было проще, чем пилить. То ли от вот этих движений, что, ну, когда саночки дергают, вот похожее движение, как бы пилой пилишь, и как-то некомфортно. Надо топором рубить, так хорошо. И вот я только нарубила дрова из этой ивы, и вот они и горят. Думаю, может, дело в дровах. И вот наколола новых дров из лиственницы, запихиваю в печку. Опять, опять все обратно тянет. Думаю, ну все. И что-то меня так потянуло, я выхожу и заглядываю в трубу. А там в трубе большой кусок полиэтилена, то есть все заткнулся. Я думаю, как же так, как же так. Я проверяла все трубы, я знаю, что у меня... А я когда печку загружаю, у меня все трубы, они вставляются, ну они разборные, вставляются в сам корпус печки. И когда я вытаскивала, я знаю, у меня вот в этой трубе фольга лежит, которую я там подкладываю под печку. Здесь у меня там банка с клюквой, здесь вот баночка с медом. То есть у меня еще как бы в трубе... Я все вытащила. Я все правильно сделала. Оказалось, что у меня там, в общем, была одна упаковка, такая отражательная фольга была, которую я думала, повешу как... Ну, на одну стенку палатки, чтобы отражение было теплее. И она была в полиэтиленовом мешке. И я эту фольгированную ткань вытащила, а полиэтиленовый мешок там остался. И после того, как я поняла, в чем причина, я так обрадовалась, потому что, на самом деле, ну, неприятно в мороз после тяжелого ходового дня, все-таки после того, как разбил лагерь, еще выходить на улицу, еще на улице спать. Так что вот так вот. Такой курьез случился. А так было все, все, в общем-то, нормально. Да нет, ну, ту палатку, она хорошо для тундровой зоны, на самом деле, где нет леса. А для лесной зоны лучше двускатная палатка. Да, я решила сделать такую палатку, как вот, ну, она почти как оленеводов. То есть такая, классический домик с, как бы, со стенками. Вот. А это кукотлы, так называемые, вот все вины для разжигания печки используют вот такие вот из лиственичной щепки, наструганные вот такие вот петушки. И с их помощью очень хорошо разводить костер. Вот с Василием, это он специально для меня, повез меня на рыбалку через Верхоянский хребет, перевалили и пришли, приехали с ним на место на реке Соболох-Маян, Собопол, там, где вот я сплавлялась летом. То есть для меня это была очень такая поездка ностальгическая. И вот на этом месте, где я поймала большого ленка, мы как раз наловили много хариуса. Вот. Надо сказать, меня местные жители, вот когда я уже вернулась из этого путешествия, обратно мы выезжали с Ириной и с Василием на снегоходах, потому что им надо было снова возвращаться в поселок, чтобы еще продовольствие следующим рейсом завести еще часть продовольствия. Вот. И мне местные жители устроили экскурсии в поселок из Кюстур и Джергалах. Это окрестные поселки Вена-Батантайского района. Ну, как окрестные? До одного там 80 километров, до другого 100, но дорога такая, что тоже там не то что... Ну, в общем, только на машине высокой проходимости можно проехать. То есть это не то, что такая прям ровная дорожка. И вот 9 человек поехали со мной на рыбалку в поселок Джергалах. Мы ехали туда, сложно добирались, у нас там по пути глохла машина, мы приехали на реку, мы зашли в избу, растопили печку, там, пошли делать кучу лунок и поймали всего одного Хариуса. Но это было такое вот, как, такое действие, такое для местных жителей, это было... Я еще говорю, ну, как же так, вы вот меня везете, столько времени тратите, что мы поймали тут одного Хариуса? Они говорят, вы что? Это у нас первая рыбалка в этом году, мы так рады, что мы поехали. То есть вот там, как бы в Низовьях, недалеко от поселков, там, ну, так вот много рыбы, как вот здесь, все-таки не поймать. А с Федором мы решили продолбить лунку, и Федя вот очень хотел, чтобы я поймала большого гольца. И вот мы продолбили эту лунку, которая глубиной 2 метра 20 сантиметров примерно. Ну, там и 2,40 бывает лед. Причем там же не было бурой, мы там сначала это топором, вернее, сначала бензопилой, потом топором, потом по очереди долбили пешнёй, долбили, оттуда выковыривали этот лёд. Но поймали большого гольца или нет, не скажу. Это вот фильм, смотрите, там будет. Вот. Ну, а вот мы обратно возвращались уже с Ириной, с Василием на санях, вернее, не на санях, а с санями, с санями, с прицепом, для того, чтобы они на обратном пути к себе домой привезли продукты и топливо. Вот на год они запасаются где-то там 10 мешков муки по 25 килограммов там, 250 килограмм муки там, сахара, пара мешков там по 50 килограммов. То есть вот они в магазин, можно сказать, вот два раза в год там ходят. И то лучше запасать продовольствие из Якутска по Зимнику. Заказывают доставку из оптового магазина продовольственного. То есть вот такая счастливая жизнь, не надо вот всё время в магазины ходить. Ну, а так Василий, конечно, там охотится. Там и Веном, ну, местным жителям там можно, ну, у них чуть больше можно им охотиться, чем вот простым людям, которые туда, если на охоту приезжают. Там ограничения, конечно. На бочках, там вот в этом домике у Ирины с Василием склад продуктов, чтобы туда не добирались хищные звери. У них четыре собаки, две собаки, они живут на улице, а две собаки дома. И по поведению собак, которые дома, Ирина с Василием понимают, что там творится на улице. Они же не слышат, не видят. Ну, вернее, фу, что я говорю. Они видят, но они не слышат. Они не слышат, как собаки лают. Но они видят, как ведут себя вот собаки в доме. Вот так вот они. А там реально подходят, дикие звери могут подойти, поэтому у них вот на улице собаки, они очень злые. И Вася прям все время меня аж сопровождал, там, чтобы меня собака... Все-таки один раз укусила. Она очень такая, очень хороший строжжевый пес. Ну, это я на другом буране. Я просто на буране ездила. Это буран Василия, мощный, росомаха. Могу показать, как... Какое снаряжение у меня было, вот чтобы не заморозить ноги. Я же была в обычных беговых ботинках. Раньше в зимние походы, ну, тоже я ходила либо в беговых ботинках, либо в туристских ботинках. И всегда в зимних походах предполагается, что... Ну, полагается брать с собой подбахильники. То есть подбахилы еще надеваются теплые такие чехлы на ботинки. Я всегда в походы их брала, но никогда, никогда, может быть, один раз только надевала. Как-то не было необходимости. А здесь настолько было холодно, что я как подбахильники надела один раз, так все время в них и ходила. Потому что, ну, все время было очень холодно. То есть вот у меня были чуни, это просто валенки, которые вставляются в такие бахилы. Это я одевала как сменную обувь. А вот на маршрут надевала ботинки, потом подбахильники сверху. Вот такие. Ну, то есть это кусок материала, такой, типа, искусственного меха. Ну, из натурального еще, наверное, лучше. А подошва из ПВХ материала, ну, просто, чтобы не протиралось. Ну, и сверху, конечно, надеваются... Сверху надеваются капроновые бахилы целиком, которые закрывают ноги. Вот так у меня совершенно ни разу... Вот ноги, ну, ни разу не мерзли, и все было нормально. Вот такая обувь. И в крепления, в обычные крепления, туристские, не туристские даже, а такие спортивные крепления, вставляются эти бахилы. Вот. Что касается снаряжения, значит, у меня с собой было два пуховых спальника, ой, вернее, что я говорю, один пуховый спальник, один такой, с прямолофта, если коротко. Пуховый спальник, который весит полтора килограмма, один, а второй, ну, вот он где-то кило триста, из синтетики, прямолофт. То есть я обычно стелила на коврик синтетический рюкзак, а сверху пуховый. И первую половину ночи я даже просто в одном пуховом спальнике спала, и было тепло. Кодовые штаны, костюм глетчер, ну, правда, у меня черные были, ну, просто вот такие удобные на ноге, ну, если в них хорошо ногу загибать, они чуть-чуть утеплены, надевала их просто на флисовые штаны. И вот ходовая куртка глетчер, она с таким мехом, небольшим, но на самом деле в такой куртке где-то, ну, может быть, до минус 20 нормально, а потом я как-то в ней отпутевала, и чаще я даже ходила сверху в куртке из прямолофта. Мне очень нравится, на самом деле, эта куртка, я в ней на ребру сходила, раньше вот здесь был недостаток, молния все время как-то заедала, но сейчас вот другие, я смотрю, стали делать бегунки, сейчас она более качественная стала. Ну, обязательно с капюшоном, конечно. И вот основной моей ходовой одеждой была вот эта вот куртка, то есть я на флисовку надевала вот эту вот куртку из прямолофта, и в ней вот практически и шла. И часто надевала штаны самосбросы, то есть у меня трое штанов было на мне, и было не жарко, нормально, то есть вот даже вот как ходовые штаны, я шла в теплых, утепленных штанах-самосбросах. Они хороши тем, что можно прямо на ботинки лыжные надевать. Чуть-чуть расстегнул снизу молнией, и можно надеть. Ну, и ходовой курткой также у меня был просто брезентовый анорак. Он и дышит, и достаточно плотный, что не продувается на не очень сильном ветру. А так как в Якутии там не сильно влажный воздух, и в марте, и в апреле там редко осадки. То есть как бы капроновый анорак хорошо, когда снегопад, а так вот в таком анораке, ну, мне нравится, скажем так. И была обычная пуховая куртка. Ну, чем она обычная? Тем, что она, ну, как бы недорогая, она прошита насквозь. То есть это карманы, которые в этой куртке, карманы, в которые набивается пух, они без внутренней перегородки. То есть, ну, достаточно легкая куртка. И вот прошла этот маршрут. Ну, вот две куртки надевала. То есть мне хватило. Так, в принципе, когда едешь на Буране, или на санях за Бураном, то нужно еще одну куртку плотную, еще одни штаны. То есть четверо штанов можно вполне надеть, и будет не жарко за Бураном ехать. Вот. А, ну вот, и рюкзак. Очень хороший рюкзак. Мне вообще нравятся рюкзаки-градиенты. Вот, в плаве их три вида. 45 литров, 60 и вот этот 80 литров. Достаточно удобно. Единственное, здесь карман неудобный верхний на клапане, потому что он необъемный. Все остальное в этом рюкзаке замечательно. Особенно вот эти карманы. И хороший пояс. Я сюда привязала веревку снизу, и к ней крепила карабин, который крепился уже к веревке на санях. Вот. С таким снаряжением я прошла этот маршрут. А сколько рюкзак весит? Сам рюкзак вот этот весит полтора килограмма. То есть, ну, на самом деле, да, он тяжелый, я считаю. Ну, так он считается легким. У меня есть самодельный рюкзак, он весит килограмм большого объема. Я его беру в летние походы. Он легко складывается. Но у меня не такой хороший пояс. А здесь очень удобный пояс. Здесь реально можно тяжелый груз нести. И когда, ну, вот, нагрузка на пояс, когда вот сани, она хорошо амортизирует, хорошо облегает бедра. В общем, рюкзак хороший. Вот. Что я хотела еще рассказать. После того, как я вернулась из этого похода, я жила неделю в поселке, и мне местные жители устроили вот разные экскурсии в поселок Джаргалах, в поселок Кристур. И очень удивительно, меня так встречали, ну, я не знаю, я вот это потом сравнивала с секретарем ЦК КПСС. Вот честное слово. То есть, я не знаю, там просто, может быть, редко бывают туристы, может быть, давно не было, но там на самом деле такое душевное отношение, ну, такое открытое, ну, мне просто, просто неловко иногда было. Когда мы приехали, например, в поселок, вот меня привезли в поселок Кюстур, меня там встречают, глава местной администрации показывают, вот это детский сад, вот это, причем, ну, мне само интересно, как там живут люди, как вот у них топливо, вот у них там часть поселка, например, отапливается на жидком топливе, часть на дровах, у них там новая там электростанция, которая работает на щепках, вот, и вот мне показывают, как эти щепки там собираются, как они, в общем, все агрегаты местные, вот, но самое, конечно, трогательное было, главное, я не понимала, когда что будет, он говорит, ну, заходите сюда, я открываю дверь, а навстречу ансамбль детский, песни и пляски, меня встречают, мне тут же выносят, там, женщины в национальных костюмах выносят мне, ну, вот у нас хлеб-соль, а у них вот строганина, там, икра, печенка, ну, вот такие местные, вот, я в одну руку беру, значит, эту строганину, а в другую руку камеру, и вообще уже не знаю, что дальше делать, а мне дети начинают передо мной выступать, рассказывать доклады, рассказывать, причем очень, ну, все это очень, ну, настолько трогательно и так замечательно, и приятно, что там сохранился вот такой дух непосредственный, и все это как-то вот там, все это осталось, то есть я как будто погрузилась в какое-то советское время, когда вот дети, пионеры, кружки там, ну, ну, просто это приятно, и еще местные жители, они очень, очень чтят память предков, у них очень свято, там, все вот, все люди поселка, которые там были знамениты давно или там вообще когда-то, и хоть чем-то, то есть у них там и доски почета, и там памятники, и все они очень это свято сохраняют, рассказывают об этом, передают детям, мне показалось, что вот у нас как-то этого не хватает в больших городах, конечно, в поселке, можно сказать, это проще поддерживать, такую связь между поколениями, но вот хотелось бы, чтобы у нас тоже как-то побольше этого было, вот, и в поселке, в поселке Кустур, куда меня, куда меня привезли, там сохранилась ферма, 35 лет, вот, после развала Советского Союза, они сохранили ее в том виде, в котором она была, то есть они сохранили местную породу коров, которая, вот, длинношерстная, и там доярка, которая 35 лет, они до сих пор доят руками, ручная дойка, там нету, агрокомплексов всякого, то, что сейчас у нас, и поэтому у них там и молоко вкусное, и, как бы, и люди такие, они общаются с коровами, с живностью, коровы у них на водопой сами ходят, они придумали очень интересно, там же, ну, там же все замерзает, очень быстро, так они проделали, и лед видели, какой там толстый, да, вот так они проделали, прорубили такую, ну, четырехугольную, как бы, яму, туда поставили печку, внутрь этого льда, вот, ее подтапливают, и там с двух сторон от этой печки, причем дальше огородки, чтобы коровы не провалились, и там вот сохраняется эта вода, и каждое утро, там, 10 утра, коровы бегут на водопой, пьют там, потом бегут обратно в свой коровник, а коровник еще вот, ну, такой, ну, то есть, покрыт, утеплен навозом, вот, стены такие, ну, как, не глинобитные, так такие, то есть, вот, и все это там сохранилось, и люди там очень готовы делиться всем, рассказывать, то есть, это я говорю к тому, что, такой туристский район-то, в общем, очень хорош для посещения, единственное, конечно, то, что туда дорого лететь, а больше я, как бы, трудностей не вижу, то есть, дорогие перелеты, а, в общем-то, я говорю, два, два рейса самолета, и ты попадаешь в другой мир, совершенно другой, то есть, если кто-то, вот, может себе позволить, там, у кого-то есть время, я очень советую посетить эти места, вот, в зимнее, и в зимнее время года, ну, в летнее там вообще здорово, а в зимнее очень самобытное, вот, еще мне показывали разные национальные наряды, поделки, что там делают, там же сохранились все эти традиционные выделки шкуры, изделия из рапдуги, ну, это вот меня научили выделывать шкуру древесной трухой, я уже ее разминаю, сначала там с мездра снимается с разными приспособлениями, а потом вот натирается шкура трухой, вот это местные дети, местных ансамблей, там в каждом поселке есть национальные ансамбли, песни, и танец у них местный, хеди, танец солнца по кругу, ну, как наш хоработ, похож очень, но очень этот танец, когда мы танцевали, прям чувствуется какое-то вот, энергия хорошая идет, у них изоления, ну, все используется, то есть они делают даже, вот это из копытца, такие вот погремушечки, из косточек, такие интересные, в общем, поделки, а это вот сумочка для телефона мобильного, то есть вот у них такая национальная одежда, старинная, и вот такой эксклюзив для телефона, бабушки шьют сейчас своим внучкам, тоже все как бы с орнаментами, и с поделками из оленей хребрышек, косточек, в общем, такие у них там всякие сувениры, да, вот встречали меня, говорю, как, я не знаю, какого-то, какого-то, я аж не знала, куда деваться, подарили мне гербы всех улусов Якутии, меня приняли каким-то почетным членом там куда-то, и в общем, нет, ну это очень, ну это все очень, это искренне, это без всякого, там, действительно, для них я была путешественницей, которая вот прошла там, посетила район, на самом деле там по телевидению, по якутскому телевидению еще показывали мои фильмы, которые с летнего путешествия, и многие просто видели, и уже меня действительно встречают, прям как чуть ли не национального героя, было очень, да, трогательно, да, вот Юрта Мира, интересный проект, который хотят местные там сделать, чтобы туда больше туристов приезжало, чтобы в одном месте сделать, как бы они хотят, чтобы там и Чукотские, и Юкагирские, и, ну в общем, разных национальностей, сибирских народов, были и традиционные жилища, одежда, пение, чтобы все это можно было увидеть у них в одном поселке Сакарыр, сразу коллекция разных народов, скажем так, а у них там действительно и шаманы есть, я думала, что нету, я вот раньше как-то не верила, у них есть реально шаманы, то есть люди, которые имеют сверхспособности, мне рассказывали про них, это действительно так, а вот этот дом Ирины с Василием уже в поселке, они там бывают, ну так наездами в общей сложности, может месяц, в году, и для них это, конечно, большой отдых, потому что, ну даже вот здесь в поселке, когда мы жили, мы вот, например, с Васей ездили за дровами, тоже на снегоходе, просто поехали за поселок, там напилили дров, нагрузили, сани, которые на прицепе привезли, целые сани дров, ну вот это им недели на две хватает, готовят на печке, отапливаются, печное отопление, хотя есть и центральное, но было холодно, то есть все равно печку приходилось топить, ну не везде хорошо топится центральное отопление, но вода тоже у них привозная, либо привозная, либо лед используется, растапливается. Вы не разговаривали? С Ириной, с Василием? Ну, во-первых, язык жестов, там все понятно, а во-вторых, просто можно писать, написать, конечно. У вас не было барьером, да? Да нет, потому что, на самом деле, ну, когда в тайге, там не надо чего-то много объяснять, а какие-то моменты язык жизни, Ирина мне писала просто вот даже, ну, много в тетрадке мне писала, да, я вам еще забыла сказать про Федора, он же, он же удивительный человек, он же пишет стихи, в прошлый раз он со мной послал семь песен, а в этот раз еще две, написал еще две песни, ведь он живет там отшельником, да, постоянно, ему выехать в поселок, это, ну, такая сложность, ну, у него там нет денег, нету бурана, нет бензина, и, ну, на самом деле, ему Вася помогает, и вот дальний родственник из поселка, вот этот, Виктор Стручков, он привозит ему раз в год, а может быть два еще, может он иногда туда осенью ездит, просто у него там недалеко, вот его инспекторские участки, куда он ездит по работе, и он завозит Федору продукты, вот, но тут вот Федя сочинил песню, на сочинение этой песни, его вдохновила передача, он там иногда ловит радио, радио Румынии, он сказал, он поймал как-то, там у него нет, он говорит, у меня нет средних волн, нет коротких волн, почему не сделают радио, вот он, для него радио, это самая, вот эта связь с миром, и тут вот он поймал румынское радио, там передавали про Гретту Тунберг, и он очень вдохновился тем, что какая-то простая, какая она шведская или швейцарская, школьница, шведская школьница прославилась так, на весь мир, и он подумал, неужели наши, Ивена Бантантайские девчонки хуже, неужели они не могут прославиться, и, значит, по этому поводу он сочинил песню, мало того, что он ее сочинил, он решил ее отвезти в газету, «Огни Сакрыры», или какую-то местную газету, в общем, он хотел поделиться с этой песней миром, с миром поделиться этой песней, и он попросил Васю, чтобы Васи его отвез в поселок, у Васи там не было бензина, он сказал, я тебе заплачу 30 тысяч, у меня там пенсия пришла, в общем, он заплатил Васе 30, ну, бензин ему отдал, и Васи его отвез в поселок, он в поселке принес эту песню, в местные клубы, там даже ее спели, в общем, вот он раз в два года, он выехал в поселок ради того, чтобы привезти эту песню, вы представляете, какой человек, это просто фантастика, и вот он эту песню, мне тоже, он ее, правда, запаковал в такой твердый картон, но чтобы я его не повредил, в процессе транспортировки, я везла всю дорогу его в картоне, эту песню, но перед посадкой в самолет, все-таки был очень, у меня и так был перевес, мне же с собой там надавали, Вася вообще простой чел, он говорит, на, возьми, дает мне, и ногу лося мне приносит, я говорю, Вася, ну что, ну давай распилим, ну распилили, то есть там все просто, вот, и вот он, вот написал, опять же, таким, таким почерком, ну просто, он написал, да, он по-русски, Федя, он учился, он с четырех лет, он в детдоме, и вообще он русский даже лучше знает, потому что он воспитывал, он же детдомовский, и он, когда вернулся из детдома, в тайгу, он говорит, я так стеснялся, я забыл якутский язык, и он потом снова учил якутский язык, потому что все местные, они же по-якутски разговаривают, и они его дразнили, вот, Федя, русские его дразнили, но он стал этим, он же щупленький, маленький, он стал боксером, он научился, и он потом даже тренировал детей в боксу, и сам достиг неплохих успехов, еще у него, я там в фильме сказала неправильно, у него 71 прыжок с парашюта, он прыгал на горящий тайгон, он же работал пожарным, и у него, по-моему, 23 или 27 лет стаж оленевода, то есть он очень в своей жизни много, где был и повидал, вот я могу вам прочитать эту песню, девчонка с вены, да, вот он так написал, вдохновение к песне девчонки Севена Батантая, пришло, послушав радиопередачу Румынии, там говорилось, что Грета Тумберг стала человеком года, на радиостанции Румынии, очень надеюсь, что из нашего луса, кто-нибудь станет человеком года, на радиостанции НВК Саха, желаю всем удачи, девчонки Севена Батантая, ходит в школу, в 11 класс, дневник у ней с пятерками пестрит, любит петь и танцевать, задачи сложные решать, молодая, красивая такая девчонка Севена Батантая, ну, вот такая песня, я ее выложу, конечно, вот, и вторую песню, я ее еще даже не распаковывала, честно говоря, Марине Галкиной, забрось эту песню в интернет, я знаю, про что эта песня, это, я просто ее потом заброшу, вы ее прочитаете, если хотите, на эту песню, я вдохновила его своим, значит, этим, проходом по тайге, по горам, он ищет героев, он ищет национальных героев, и вот из меня он сделал эту национальную героиню в этой песне, если хотите, потом почитайте, там интернет, значит, в поселке Сокерир есть интернет в виде ватсапа, то есть по ватсапу можно с ними общаться, а какое-нибудь там видео посмотреть, это нельзя, так что очень-очень слабенький интернет, ватсап, а там у них на озере Дейбалах, я говорю, там только осталась полусломанная рация, по которой Федя, когда другие бригады переговариваются, он может поймать, если волну, то он услышит, сам он не может ничего сказать даже, вот так, такая у них связь там, вообще на самом деле у меня мечта следующая такая, хочу собрать денег, я же теперь научилась водить буран, я же думала, что это сложно, ну, это сложно, конечно, сложно в смысле везти, может быть, не сложно, там притормазывать, где-то так и так, но я там один раз застряла, и, а Вася уже вперед уехал на другом буране, и я поняла, что я одна, этот буран, ну, Вася понял, через некоторое время вернулся, так смеялся надо мной, просто буран повис в яме между, ну, канавиш такой, и он прокручивается, они едут, ну, мы вдвоем этот буран вытащили, а одна я бы не вытащила, и еще там можно завалиться, когда, если по снегу, по целине едешь, там надо отклинивать, в общем, очень хочу, чтобы у Феди был буран, ему на самом деле он нужен, простой наш советский буран, ну, как наш, российский, вот, и если удастся, конечно, собрать и купить буран, и приехать туда на буране, это моя, вот, голубая мечта, вот, я тоже думаю, только я не знаю, я не знаю, когда это лучше делать, с одной стороны, вот сейчас я выпущу фильм, и сейчас объявить, а с другой стороны, туда же только теперь, в марте, только через год, ну, вернее, я думаю, даже лучше в апреле, уже будет теплее, правда наледи будут опасные, более опасные, но как бы тут, зато морозов будет меньше, потому что каждая поездка, вот, чем занимаются там счастливые люди, они очень часто ремонтируют эту технику, потому что она, конечно, ломается, нагрузки бешеные, потому что много везут груза, продукты за раз, стараются побольше вывезти, А что вы со связью, когда вы путешествовали, вот такие струки? Да, вот когда я шла, сейчас у меня ничего не было, но на самом деле, когда я приехала в поселок, там у них произошел какой-то несчастный случай, я об этом не знала просто, просто до этого они говорят, да, приезжайте, пойдете, а тут меня встречает глава администрации, дарит мне розу 8 марта, потому что дарит там украшения, говорит, Марина, а вы зарегистрировались в МЧС? Я говорю, нет, а у вас есть с собой телефон? Я говорю, нет, он говорит, ну как, нет, давайте мы вам дадим телефон, спутниковый телефон, я говорю, как, а как, а если он там замерзнет? Он говорит, ну я вот в рукаве ношу, в кармане вот рукава, а я с собой несла уже телефон свой сотовый, ну, как бы, по нему нельзя общаться, но я несла Феде фильм, оказывается, ему не показали фильм, на самом деле, я еще год назад отдавала туда флешку с фильмом, где он поет, я думала, и он уже видел, он оказывается не видел, то есть прошло полтора года, а он еще этого не видел, а эта флешка, они ее туда привезли, они нашли Туяна, который кочует там за озером, еще там в другом месте, и у него есть ноутбук, они вставили в этот ноутбук эту флешку, но они не смогли посмотреть, там что-то не заработало, то есть Ирина с Васей они видели, и там по телевидению еще показывали, ну, я отдала туда, по якутскому телевидению показывали, а Федя, оказывается, так и не видел, и вот, то есть вот эта вот связь, которая, как вот, не знаю, открыли мы с Дежнева, да, Дежнев открыл пролив, там, и только через сто лет узнали, что пролив существует, потому что эти документы там завалялись, где-то в якутских архивах, так и тут, значит, полтора года прошло, а Федя, прошло, а Федя, оказывается, еще не слышал свои песни, а я не знала, что ему, оказывается, подписчики мои, они когда узнали, что Феде нужны книжки по радиоэлектронике, послали туда несколько книг, вот, и они до него дошли, слава богу, и он там уже что-то читал, сейчас мы ему еще послали книг, он же, у него там информационный голос у Федора, а так как он человек творческий, романтический, ему вот, книги, это для него самое важное, ну, вот Буран для связи, конечно, тоже, так вот, и Гаврил Гаврилович мне говорит, возьмите телефон, я говорю, так у меня уже, а у меня, аккумуляторы на груди, я же храню аккумуляторы, сначала хранила вот здесь на груди, у меня целая такая связка, и я их повесила вот так вот на шею, и, ну, здесь я сначала, когда шла, я чувствую, у меня вроде тут не холодно, а тут начинает отпотевать, ну, потому что видно, плохо дышит, из-за того, что здесь аккумуляторы, и я чувствую, я застужу горло, я потом их перевесила на пояс, но сначала я думала, что я все здесь буду хранить, и я так про себя думаю, мне груди не хватит, чтобы хранить все электронные штучки, необходимые, чтобы это, вот, и я говорю, Гаврил Гаврилович, ну, я боюсь его брать, он же может, ну, как, а вдруг он сломается, вы будете ждать от меня звонка, а я просто не смогу позвонить, не потому что со мной там что-то плохое, а потому что телефон сломался, ну, в общем, он понял, не стал настаивать, и я не взяла этот спутниковый телефон, вот, ну, я взяла свой, ну, свой обычный телефон, причем, я, честно говоря, думала, что он сломается, я его взяла, потому что на нем были фильмы для Феди, и я его как в первый день отключила, так я его включила первый раз, только вот, когда дошла до первой избы, то есть, пять суток я его не включала, и думала, все, он вообще, ну, просто, так он заработал, и донесла до Феди, и он там работал, то есть, и он увидел, это, это свой фильм, где он есть, и свою песню он услышал, вот, ну, вот, связи у меня не было, коротко ответила на вопрос. А как у этого животных, как вы ночевали в таком же животном, вы же сами сказали, что там вот, ну, на бочках стоял дом, не хранилось. Да, там животные. Так вот, мне повезло, во-первых, значит, первое, что я забыла в этот поход, так это сигнал охотника, то есть, я обычно беру либо петарды, либо сигнал охотника, ну, такую маленькую ракетницу с патрончиками, ее пускаешь, если что, и, как бы, шумовой эффект, эффект выстрела. и тут я забыла, только я прилетаю в Якутск, жду, когда выдадут багаж, раннее утро, я хожу, ничего это, не замечаю плохого, и вдруг я так краем глаза чувствую, что-то там мелькает, я так поворачиваю голову, и там уже в зале ожидания, ну, за выходом из багажного дела, смотрю, там такой плакат большой висит, Марина Галкина, пешики Якутии встречают вас, и народ руками машет, ничего себе, оказывается, зрители как-то узнали, что я туда прилетаю, короче говоря, у меня было 6 часов между самолетами, и они меня все это время холили и лилили, в том числе, они сказали, Марина, ну как ты идешь, давай мы сейчас тебе, и, в общем, они меня снабдили вот этой вот ракетницей, вот, то есть я ее забыла, но они мне ее дали от волков, но только я сажусь в самолет, который летит туда, в Сыкрыр, так как я встречаюсь с лучшим оленеводом района, Альбертом Колесовым, мы с ним разговорились, и первое, ну и одним из вопросов, я говорю, ну как у вас тут сейчас волки, он говорит, ой, волков много, да, они там, ну они очень мешают оленеводству, они режут оленей, особенно вот сейчас отел у них начнется, я говорю, ну как они к человеку, он говорит, ой, сколько я тут в тайге живу, да это все сказки, что волки опасны для человека, ничего не опасны, они их еще реже, а по моей практике тоже, я всего, ну сколько я путешествую, я всего один раз видела волка издалека, и то летом, то есть, ну видишь их следы, а волка очень трудно заметить, то есть на самом деле, ну да, они есть, но они сторонятся человека, они, ну вот как вот оленевод сказал мне, они не опасны, то есть, один раз я вечером ночевала, ну да, как-то подспудно думаешь о том, что волки, вдруг они подойдут, ну это как-то так, страшнее холод, ну вот я утром просыпаюсь и чувствую, кто-то подошел, и прям это, палатка так колышется, я думаю, ага, что волки подошли, потом думают, какие волки, наверное, вот тут оленеводы, оленеводы подошли проверить, потом думаю, не, не оленеводы, и понимаю, о, да это же ветер колышет в палатку, ну так оно и было, так что, ну да, есть, но медведи в это время спят, а волки, ну вот говорят, сейчас не опасные. Если вот абстрагироваться от веса переносимого, все-таки ваш выбор, натуральные материалы, или современная синтетика? Ой, я синтетику не люблю, может у меня организм такой, я больше люблю, вот, все-таки натуральные материалы, не знаю, не, флис я использую, флис нормально, ну, примолов тут мне нравится, но шерсть я тоже очень уважаю, то есть, вот у меня термобелье, все-таки шерстяное, носки шерстяные, и очень я люблю брезентовые штормовки, они дышат, и от маленького дождя тоже защищают. А вот какой-нибудь суконный костюм? Вот, суконный костюм я рассматриваю, вот мне, может быть, сейчас сделают, мне сейчас подарили суконные рукавицы, там, шапку, то есть шерстяное, да, то, что дышит, то, что легко выдает пар, потому что, ну, я не знаю, это либо какой-то супер-супер качественный мембран, ну, не знаю, все мембраны, которые у меня были, я мембраны использую на мультигонках, вот это, да, там они, мне кажется, оправданы, а для путешествия, это же жизнь, а в жизни я не люблю ходить в синтетике, я люблю в ХБ, ну, в натуральных материалах, поэтому, так вот. А палатка, вот эта вот палатка у вас, из чего? Крыша и борта из материала АЗТ, это старый материал, который еще использовался на полигонах для покрытия военной техники, это капрон с пропиткой, тонкий капрон, но очень плотный, с пропиткой, такой, которая не пропускает воду, у меня из этого материала, моя любимая ходовая летняя палатка, да, я вот сейчас новую сшила, у меня старые запасы просто туристы отдали, я не знаю, сейчас делают ли такой материал, он жесткий, он держит ветер, он не сгибается на ветру, не растягивается, и в то же время он немножко дышит, но совсем сильный ливень, вот вообще проливной, может быть, он чуть-чуть будет пробивать, но новое не пробивает, а, ну, когда чуть, как бы, изнашивается, да, чуть-чуть пробивают, капельки, но не сильно, я люблю этот материал, вот у меня из него, крыши и борта, а торцы сделаны из капрона, такого типа каландрированного, непродуваемого, я думала, что будет отпотевать, и даже сделала специальный, такое, окно-клапан, такое, вентиляционное, но совершенно не нужно было, как бы, вентилировать помещение, достаточно было воздуха, и тепло тоже сохранялось какое-то время от печки, но она у меня без дна, то есть она дышит через землю, можно сказать, никаких, для печки, да, ну да, для печки, конечно, вот эта разделка, из асбеста у меня разделка, но и труба не очень плотно соединялась, ну, щель там небольшая, ну, на самом деле, там через, через входное отверстие, меня на молнии можно проветрить, чтобы печка, труба не падала, я делала треногу, ну, или из двух жердей подставку, и прикрепляла, ну, просто проволокой, приматывала трубу к жердям, чтобы, если даже ветер, если я там трясу палатку, чтобы труба, не дай бог, не упала, не было пожара, а это вот настоящие оленеводы, шестой бригады, мне удалось вот у них погостить три дня, да, еще у меня там девчонки катали на олене, у них же до сих пор сохранилось ездовое оленеводство, то есть они на оленях реально ездят верхом и пасут оленей, то есть проверяют стадо, и ездят на упряжке на олене, и взрослым там помогают дети, когда могут, когда у них каникулы, ну, или там, когда учебы нету, они приезжают в бригады, вот эта ближайшая бригада была в 60 километрах от поселка, мы туда приехали на снегоходе тоже, и вот девочки надели, вот реально шубы, самодельные, традиционные, национальные одежды, они в них ходят, пасут оленей, я у них спросила, что вам больше нравится, они говорят, больше нравится оленей гонять, а это на меня надели традиционную тоже одежду, из равдуги, из выделанной кожи шкуры оленя, то есть с нее снимается ворс, просто кожа получается, ну, как, в принципе, вот сумочка, просто, такая длинная одежда, как пальто, глухая спереди, не продувается, пыталась я залезть на оленя, это очень сложно, если на лошадь можно в стреме, и потом в седло, легко, то на оленем седле нету стремян, и туда надо просто задрать ногу и заскочить, и это нужно очень сильную растяжку иметь, у меня такой не было, то есть я смогла залезть на оленя, только встав на сани, и залезаешь на оленя, тебе еще дается шест, и ты одним шестом держишься, как бы балансируешь, опираешься о землю, и двумя ногами держишься за седло оленное, и это очень сложно с непривычки, а они, оленеводы, этому с детства учатся, и для них езда на оленя, это совершенно такое обычное дело, и они, как они хохотали, когда я залезала на этого оленя, ну, то есть для них это же тоже развлечение, я к ним в гости приехала, они меня катают, я им что-то рассказываю, вот такие там горы, совсем недалеко от поселка, вот 60 километров, вот мы приехали в бригаду оленеводческую, и там вот эта часть стада, так-то у них там стадо где-то примерно 2000 голов может быть, а здесь, ну, может, там 300-400, часть стада, вот упряжные олени, упряжные олени, они в отдельном стаде, они, их не смешивают с основным стадом, каждое утро их ловят, в отдельный загон загоняют, и вот каждый день ими пользуются, как на машине на них ездят, но бураны у оленеводов тоже есть, там сложно без буранов, все-таки стадо далеко уходит. Интересно было узнать про спортивную часть вашей жизни? Спортивная часть моей жизни сейчас очень резко сократилась, а так в течение 10 лет последних я плотно занималась рогейном, это спортивное ориентирование, суточное ориентирование, участвовала в международных соревнованиях, побеждала два раза среди всех женщин, это командные соревнования, мы с женской командой нашей, с Ниной Михеевой, мы побеждали. Тренировалась очень плотно, практически каждый день бегала, у меня там дистанция 7,5 километров по парку, сейчас так и не бегаю, гораздо реже, у меня просто проблемы с коленами сейчас уже, с возрастом, старые травмы, но вот после путешествий, после такой нагрузки равномерной на обе ноги, когда несешь тяжелый рюкзак, то колени у меня как-то лучше начинают работать. Последний раз мы с Ниной участвовали в соревнованиях в Испании, проходили соревнования, чемпионат Европы, это было не этим летом, ну, когда пандемия была, а предыдущим летом, мы там заняли третье место среди всех и первое место среди ветеранов, то есть женщина старше сорока лет. Ну, вот регулярные тренировки бег, бег на короткие дистанции ориентирования и бег на лыжах каждую субботу там 50 километров в среднем на лыжах. У нас группа Дмитриева, есть такая лыжная группа в Подмосковье, мы бегаем по 50 километров в среднем, ну, 50-60. А я еще последним бегаю по спортивной трассе биться на лыжах. Там 18-20 километров, но там очень хороший рельеф коньком и нагрузка такая хорошая. Не знаю, я просто не знаю, какой народ сейчас собрался. У меня есть книги про путешествия по Чукотке, я же не первый раз пересекала Чукотку в 2018-м, до этого еще пересекала, у меня старая книга есть, одна на краю света, есть книга по хребту Сунтар-Хаитая, это продолжение Верхоянского хребта, тоже очень замечательный в туристском смысле район, потому что там также и оленеводы живут, то есть можно с местными жителями встретиться, такую экзотику увидеть, там и лиственичная тайга, высокие горы, бурные разнообразные реки, много рыбы, вот, хребет Верхоянский, хребет Сунтар-Хаитая, хребет Черского, вот это все, я считаю, вообще потрясающие места и почему до сих пор туда так мало ходит народа, ну, так, относительно непонятно, это просто мне, я считаю, это жемчужина вообще России, вот, и вот по Сунтар-Хаяту, по книге, по путешествиям по Сунтар-Хаяту у меня есть вот вторая книга, вот, ну и на моем канале в Ютубе много фильмов по Якутии и по путешествиям по Чукотке, так что, я больше рассказываю, наверное, в фильмах. А вот это, скажите, ну, вы говорили, наледи, 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 это вообще что такое? Зимой реки на тех местах, где они разливаются, где много проток, зимой они промерзают до дна, но вода новая все равно подпирает, 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 и в какой-то момент прорывает лед, трещина прорывает лед и растекается поверх старого льда тонким слоем и какое-то время он может быть незамерзающим. Потом это замерзает опять. Ты идешь, все замерз. Там есть такие участки, где можно глубоко провалиться, где если под наледи, если идет как раз русло, глубокое русло в каких-то местах, а сверху можно это не увидеть. Снегоходы проваливаются, это вот самое опасное для снегоходов. Поэтому перед наледи вешаются вот эти ленточки духом, после наледи мы проезжаем, даже Вася крестился, он говорит, слава богу, мы проехали, потому что это реально опасно. Мы ехали просто на скорости, вот тогда на буранах, чтобы в случае чего как бы это место страшное пролететь. Но местные, они примерно знают, где безопаснее, а я шла, я все время палкой, там, где лед гулкий, там, значит, ну, чувствую, что там может быть пустота. А снега нет сверху? Бывает, что нет снега, да, бывает, что есть, бывает, что нет, а бывает, о, я иду, смотрю, мокрое уже налить, ну, уже вот недавно разлилась, я это место обхожу, чтобы не намочить ноги, не замочить. Ну, потому что на морозе это все быстро обмерзает. Ну, там даже вот на некоторых, на узких местах даже бывает, идешь по речке, ровная, ровная лента реки, потом, ба-бах, бугор, то есть, вспучило лед и в середине трещина, то есть, на реке вот такие вот бугры льда еще попадаются, когда вот эта вода прорывается и выходит. А что Хариус клюет зимой? Зимой он на муху, самодельную муху, ну, с ленточками разными, там, желтенькая, красненькая, там, разнообразные, Вася сам все делал, ну, и шерсть, чтобы шерстинки торчали, такие. Строили? Вася строил дома? Дом они строили сами, конечно, Вася строил, и еще, у них раньше было небольшое стадо оленей, ну, там, где-то голов 70, может быть, и они на оленях подвозили какие-то бревна в какой-то момент. А как там за еду? Покупают? Нет, не покупают, это у них, это земля их предков, там они, там Вася родился, он родился там, в тайге, в тундре, то есть вокруг все это земля их предков, Вены охраняют прямо вот в тех местах, да, то есть это все их родовые угодья. На самом деле, вся территория, вот, ну, я не буду говорить про всю Якутию, не знаю, там, например, Вены Батантайского района, да, все, оно поделено на родовые угодья, то есть там, испокон веков, как вот и Вены пасли оленей, из поколения в поколение, так они и пасут, на этом же месте, то есть я встречаю, я иду по маршруту, прохожу одно место, здесь я встречаю одних ивенов, у них свое стадо, они вот на этом огромном, конечно, территории, но это их территория, они перекочевывают с одного места на другое, у них в разных местах есть избушки, где-то есть загородки оленей, чтобы они в какой-то момент, вот, когда они перегоняют туда стадо, они дальше по долине не уходили, потом они их перегоняют ниже, они здесь загородку открывают, и вот вся эта огромная территория принадлежит к какому-то семейному роду, да, и они там испокон веков, и это до сих пор сохранено, вот так вот они там живут, сейчас, нет, это не товарные, они кормятся, конечно, этим, но сейчас, у них, у них раньше было 24, по-моему, тысячи голов, а сейчас поголовье, ну, после 90-х, когда все это разорение пошло, у них поголовье резко уменьшилось, вот сейчас они возрождают его, они стараются, чтобы поголовье пришло к той же цифре, которая была до 90-х годов, то есть 24 тысячи голов, сейчас меньше, и поэтому сейчас они стараются оленей, ну, без нужды не резать, ну, конечно, приходится там что-то, но они вот, ну, себе на еду, конечно, и, ну, чтобы прокормиться, они, конечно, еще охотятся, там, горных баранов, но местные жители, они всегда там живут, и они свою природу берегут, они лишнего не возьмут, они знают, где там можно стрельнуть, где, когда, то есть у них это все очень гармонично, скажем, ну, там в каждом поселке есть школы, детский садик, вот там три поселки, в Ивенно-Батантайском районе три поселка, там в каждом поселке есть вся эта инфраструктура, есть фельдшерские пункты, но если что-то серьезное, то тогда надо там санрейс вызывать, в принципе, там вертолет прилетит. А, мне, кстати, один местный житель рассказал, его дедушку как раз сослали в ГУЛАГ, в район Соловков, по-моему, ну, вот в те, в 30-е годы, так вот он когда вернулся, он там 8 или 10 лет отсидел, он сказал, ой, я там как на курорте был, потому что, ну, примерно вот так сказал, потому что та жизнь, которую ведут здесь, в поселке, это такая работа, постоянная работа, то есть они там, ну, для них, ну, в ГУЛАГе они тоже потрудились, ну, там их кормили еще, они там сами, ну, или что-то там за них делали, то есть вот так вот, вот мне местный житель так сказал, ну, они живут там в труде, Ирина раз в три дня печет хлеб, сама вот так вот сбивает его, такой вот деревянной штучкой, ну, как бы у них, вот, и вся жизнь труд, надо снег напилить, то есть лед, растопить его, то есть там постоянно надо топить лед, чтобы была вода. Ну, в этот раз, конечно, я очень рада, что мне удалось преодолеть свой вот этот страх перед холодом, перед зимой, теперь я понимаю, что зимние просторы такие необъятные, и можно зимой тоже ходить далеко. Когда я была в гостях у оленеводов, мне там торбоза дали, то есть это национальная обувь из оленей шкур, из, ну, то, что с ноги олени снимаются, камусы, из них шьются торбоза, ну, то есть, грубо говоря, бахилы из оленей шкуры, теплые. Вниз еще можно надеть меховые чулки, и вот такая обувь очень теплая, мягкая, легкая, вот в них ходят и вены, оленеводы, тайги, тундри. В городе там ходят, ну, не в поселке, вон так ходят, они подбиты войлоком, вот у нас в Москве в таких точно нельзя ходить, потому что у нас все-таки влажность, а вот там, где мороз, постоянный мороз, где мерзлая земля, мерзлый снег, там можно ходить в обуви из оленей шкуры. Другой мир там вообще, вот раз, улетела немножко от Москвы, и все. А скажите, пожалуйста, с чего запрекали, чем вы делаете? Я беру с собой на утро быстро разваривающуюся кашу, 5 злаков, 5-4 злака, или геркулес, которые, ну, там, 2-3 минуты. На ужин я брала гречку, а в избе меня ждал рис, то есть была гречка или рис, который я варила на печке. И в утреннюю кашу, и в вечернюю кашу я добавляла пимикан, то есть мясо сушеное, залитое жиром, свиным жиром. Это мне помогал мой друг, охотник Михаил Михайлович. Он здесь. Михаил Михайлович, встань, покажись. Вот, Михаил Михайлович, у него есть охотничья собака, Михаил Михайлович ходит на охоту, и сын у него охотник. Они добывают иногда лося. Из этого лося режется на куски, постное мясо. Мелкие кусочки сушатся в духовке. Вот эти кусочки потом заливаются вытопленным жиром. Свиным можно заливать. Можно говядину, в принципе, так сушить, не обязательно лосятину. Можно говядину. Заливается жиром и раскладывается в... Можно... В этот раз я просто в пакет из-под сока налила. Ну, просто такой пакет плотный, фольгированный. И в таком пакете можно его отрезать просто пластами, как вот колбасу режешь, режешь этот пакет. Оболочку снимаешь, внутренность бросаешь в кашу. И утром, и вечером. Еще я брала масло. В принципе, я беру топленое масло, но тут брала просто сливочное, потому что, ну, мороз, оно точно не расплавится. То есть жиры, нужны жиры. Еще у меня было сало. Кусочки сала просто можно есть. В обед я перекусывала печеньем и халвой. Ну, халва в шоколаде вещь хорошая для похода, потому что она как бы на кусочки разделена, да, то есть квантуется. Ты достал одну халвинку, раскрыл из фольги и как бы ешь. Но на морозе минус 20 это уже не проходит. Я сломала зуб на этом. Ведь знала. Я потом уже стала эту халву просто крошить ножом, потому что на морозе она так костенеет. А вот печенья нет. Я перекусывала. У меня на обед был перекус с термосом, печенье и масло. То есть я просто брала, ела печенье и просто от пачки масла просто откусывала масло. И все. И как бы это было просто. Еще у меня был шоколад. Вечером шоколад ела. Курага заливала водой кипятком. Изюм. Ну вот в общем-то и все. А, сухари еще были. Да, сухари размачивала. Сладкие сухари. Ну а на первое время мне вот местные жители угостили оладушками, самодельными печенкой, красную рыбу дали, сырое мясо. Ну такое, кусочками порезанное уже, чтобы его можно было есть. А оленина очень хорошо, легко усваиваемый продукт. Ее можно есть сырую. И на самом деле я там научилась. Я думала сначала, вот мне там оставят мясо, как его долго надо готовить. Ничего подобного. Это не наша говядина там. Берется мясо, главное его разморозить. Вот я в избе растопила печку, подвесила в котелке над печкой просто куски мяса, большие куски мяса. Они стали мягкими. Я их заливаю водой. Ну там воду надо растопить. Вода это лед. Там было заготовлено. Ну либо я снег использую. Лучше использовать снег, который более такой, как бы, ну не пушистый, который вот сверху, а такой кристалликами, плотный. Он больше, из него легче добыть воду. И вот это мясо варится буквально 5 минут. Вот оно кипит 5 минут, его протыкаешь, оно мягкое, там внутри кровь. То есть оно наполовину сырое. Ну как, оно все равно уже горячее. Там кровь. Ну ничего. И вот с этой крови прямо это естся очень. Оленина очень легко усваивается. То есть можно есть сырое мясо. Можно есть полусырое, вот вареное. Оно горячее. Его главное не переварить. Вот такое мясо ела. Нет. Ну это особенности вообще любого мяса. Ну просто, как бы, оленину, ту, олень, который пасется на диких пастбищах, его можно так есть. Я не знаю, нашу говядину, которую там колет антибиотиками, можно так есть или нет. Я сырую говядину дома не ем. А оленину буду есть, которая там пасется. Спасибо. Ну вот у меня две книги есть, которые... У меня есть книга, вот, вдвоем по Сунтархаяту и... Одна на краю света, это по Чукотке и Камчатке самое первое мое путешествие, а вот это, вдвоем по Сунтархаяту, это... по 500 рублей, да. Продолжение следует...